Итак, мы с вами посмотрели на прошлой лекции, как на рынке формируется цена под воздействием спроса и предложения и их изменения. И мы видели, что цена меняется, когда меняются неценовые факторы, происходит изменение спроса и предложения, отображается это сдвигом кривых спроса и предложения. Вспоминаем, да? Так вот, скажите мне, пожалуйста, для кого, еще раз, для кого важно, чтобы был известен объем спроса для производителя. Включается, вспоминаем, да? Значит, для производителя это важно. И ему важно, и не только, что спрос уменьшится или увеличится, знать это прогнозировать. Ему важно знать, насколько. То есть ему нужно знать величину этого спроса, да? И вы посмотрите, пожалуйста, если мы сдвигаем, если у нас под воздействием каких-либо факторов изменяются спросы и предложения, сдвигаются кривые, то в зависимости от того, насколько они сдвигаются, будут совершенно разные показатели цены и объема спроса. В данном случае значительный сдвиг, а если он будет, допустим, незначительный, не незначительный, да? Смотрите, результаты могут быть вот здесь вот, да, точка и вот здесь точка. Результаты могут быть разные. И из того, что мы с вами уже рассмотрели, мы не можем определить, насколько это сдвигается. Мы можем с вами определить только направление, да, обвижено, уменьшится спрос или увеличится. А насколько он увеличится, мы определить не можем. И вот для определения, насколько изменится спрос, существует в экономике показатель, который называется коэффициентом эластичности. Он показывает, насколько чувствителен, допустим, спрос, то есть какой-то параметр спроса или предложения к изменению других факторов. То есть, если цена изменяется, и мы знаем, на сколько она изменилась, возможно определить, на сколько изменится спрос, количество. И мы поэтому переходим к новой теме, важной. Эластичность спроса и предложения. В общем смысле можно сказать, что эластичностью называется мера или степень реакции одной величины на изменение другой, мера или степень реакции одной величины на изменение другой, то есть на сколько изменится одна величина при изменении величины, от которой она зависит. мы с вами на прошлой лекции рассмотрели большое количество факторов, которые влияют на спрос и предложения, и особое внимание уделяли цене. Вот скажите мне, пожалуйста, все ли товары одинаково реагируют на изменение цены? То есть мы знаем, что по закону спроса при повышении цены у нас снижается объем спроса, да, и наоборот. Скажите, пожалуйста, вот все товары одинаково реагируют на изменение цены? Нет. Скорее всего нет. Нет. А вот как, есть разница, если подорожает хлеб или подорожает бижутерия, то есть хлеб, который мы употребляем каждый день и который нам необходим совершенно, да, то есть обладает большей необходимостью, полезностью для нас, при повышении его цены у нас произойдет, безусловно, упадение спроса, но незначительное. Бижутерия, которая для нас не является, так сказать, таким необходимым товаром при повышении цены, ну и, в общем-то, намного легче откажемся, да, от употребления данного товара. Поэтому вот рассматривают такие коэффициенты эластичности, которые, в принципе, можно рассчитать для каждого измеряемого фактора спроса и предложения. Для, опять же, образенности и восприятия я вам скажу, что эластичность, когда вы слышите слово эластичность, да, вы сразу представляете себе какое-то растяжение, да, то есть изменение, изменение в размере, изменение, да. Собственно говоря, здесь вот точно так же, то, что эластичность, это то, что изменяется быстро, тянется, и то, что неэластичность, это то, что не изменяется. Поэтому давайте, так сказать, рассмотрим первые показатели эластичности, это эластичность спроса по цене. Посмотрите, пожалуйста, мы потом запишем. Посмотрите, пожалуйста. Итак, коэффициент эластичности спроса по цене, он обозначается буквой эпсилон в различных источниках, это может быть и маленькая, и большая, это все одно и то же. И обычная к нему ставится индекс, ну, в данном случае я отметила, что это эластичность спроса, иногда здесь еще может быть, если это эластичность спроса по цене буквы КП, то есть обозначается, что это спрос по цене, да, а коэффициент эластичности всегда буквы эпсилон. Вот, посмотрите, по этой такой сокращенной формуле можно определение запомнить очень хорошо. Итак, коэффициент эластичности спроса по цене, мы потом запишем. Показываем, на сколько процентов изменится, это дельта, да, изменения, изменится объем спроса при изменении цены на 1%. Да, вот, посмотрите, цена у нас меняется в процентном соотношении, и, естественно, что будет меняться спрос. Нас будет интересовать на сколько. Почему изменения в процентах? Вот, допустим, когда приведу такой примет. Продают апельсин. Решают повысить цену на апельсин. Повысили цены, продают, и продают в приходе, и говорят, вот мы повысили цены на 10 рублей, и у меня теперь на 10 килограммов меньше стали покупать. Нам эта информация что-нибудь дает? Спрос по низу спроса. По низу спроса. Ну, мы и так знали, что по закону спроса, если нету каких-либо исключений, что это произойдет. Но мы на самом деле не знаем, 100 килограммов он продавал до этого, или 15 килограммов в день. Стоили эти апельсины 100 рублей или 15 рублей. И увеличение на 10 рублей, на 10 килограммов в том и другом случае, это будет, да, в зависимости от того, это разные вещи, правда? Поэтому нам необходимо именно процентное соотношение, чтобы сопоставить, насколько быстрее или медленнее спрос, или насколько больше или меньше изменяется спрос в сравнении с изменением цены. Итак, давайте запишем сначала формулу, а потом определение эластичности спроса по цене. И расшифруем коэффициент эластичности спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса по цене. Показываем, на сколько процентов изменится объем спроса. В результате изменения цены на данный товар на 1%. В результате изменения цены на данный товар на 1%. Каким образом вычисляется коэффициент? Если мы эту формулу разложим на проценты, да, то есть вычислим дельты, проценты от этого, то это будет расчетная форму. Есть также другой вариант, который был создан для более точного вычисления эластичности, поскольку здесь мы вычисляем дельты, то есть мы между двумя точками, да, то была создана более точная форму, которая называется формула по средней точке. Пожалуйста, запишите себе, что в домашнем задании необходимо вычислять эластичность по формуле средней точке. Оно у вас представлено в ваших пособиях. В принципе, не будет ошибкой вычисления по формуле обычной, но лучше посчитать более точной, посчитать по формуле средней точки. Итак, давайте рассмотрим значение коэффициентов эластичности. Посмотрите, пожалуйста. Если коэффициент эластичности, давайте мы сначала послушаем, а потом будем записывать. Если коэффициент эластичности больше единицы, вот такой спрос называется эластичный спрос. Посмотрите, пожалуйста. Что необходимо для того, чтобы вот эта дробь была больше единицы? А нужно, чтобы коэффициент была больше? Чтобы дельта коэффициент была больше. Не забывайте, пожалуйста, при выполнении домашнего задания, и вообще, когда вы будете самостоятельно изучать эту тему, что это изменение коэффициента. Нельзя говорить, как очень часто вы говорите, что большой спрос, не спрос большой, а изменение большое. Он может быть очень небольшим спросом на данный товар, но он резко изменился. Например, резко снизился или резко повысился. То есть тогда большое изменение. Совершенно верно. Для того, чтобы вот эта дробь была больше единицы, необходимо, чтобы дельта коэффициент был больше, чем дельта коэффициент. Ну, например, дельта П, цена изменилась на 3%, а в результате того, что мы повысили цену, например, на 3%, у нас КУД снизилась на 10%. Можете себе написать. Я, допустим, коэффициент приравняйте, здесь написать, что если дельта П здесь 3%, здесь будет 10%. Но необходимо помнить, что при повышении цены КУД снижается. И тогда эта дробь будет больше единиц. Это будет эластичный спрос. Почему эластичный? Потому что мы смотрим эластичность спроса. То есть дельта КУД изменяется, тянется, быстрее, чем воздействующая на него сила. Сила – это цена, да? То есть воздействующая на него сила – это цена. Она изменяется быстрее. То есть вы с одним и тем же усилием можете либо сильно что-то изменить, либо вам это не удалится. Да? Так вот, если образом говорить, таким… То есть когда эластичный, то КУД меняется быстрее. А теперь обратите, пожалуйста, внимание, что КУД и П меняются все время в разных направлениях. То есть при повышении цены КУД понижается. Поэтому, вообще-то, коэффициент эластичности спроса по цене всегда отрицательная величина. Можете это зафиксировать. Это всегда отрицательная величина. Но для расчетов экономической науки она берется по моду. Всегда. То есть знак не учитывается. Она всегда берется по моду. Потому что важна именно ее величина, эластичность спроса по цене, а не знак. Итак, если коэффициент меньше единицы, то такой спрос будет считаться неэластичным. То есть в данном случае изменение цены будет больше, чем изменение КУД. То есть для того, чтобы эта тройка была меньше единицы, нам необходимо, допустим, чтобы 7% изменение цены, здесь 7%, дало, допустим, 3% изменения КУД. КУД, вы повысили, например, цену на 7%, у вас спрос упал, но только на 3%. Тогда этот ройк будет меньше единицы. И такой спрос называется неэластичным спросом. Дальше, ну, понятно, что, возможно, варианты, когда эластичность спроса по цене будет единичной, то есть это равно единице, еще она называется унитарной эластичностью. И также есть два предельных случая, которые существуют теоретически, математически только, то есть к жизни такого не существует. Когда коэффициент эластичности равен бесконечности, то есть КУД изменяется бесконечно. КУД изменяется бесконечно. И когда КУД не изменяется совсем, и коэффициент равен нему, то есть при любой цене спрос остается одним и тем же. Это абсолютно неэластичный спрос. Давайте мы последовательно запишем, я вам расскажу. Итак, эластичный спрос. Значит, если коэффициент больше единицы, мы потом рассмотрим кривые в зависимости от эластичности, поэтому вот эти буквы, поскольку мне одновременно не удается это показывать, вы, пожалуйста, их перепишите, а потом мы нарисуем эти кривые. Итак, эластичный спрос. То есть при изменении цены быстро изменяется КУД. это товары, которые не очень нужны потребителю, да, обладают не такой важностью для потребителя. Ну, например, самым эластичным, приближенным к абсолютно эластичному спросу, самым эластичным является спрос на товары роскоши, да, который нам совершенно не является жизненно необходимым, ни как демонстрация статуса. И поэтому при изменении цены люди достаточно легко отказываются от них при повышении цены, да. Эластичный, неэластичный спрос, когда коэффициент меньше единицы. Это товары первой необходимости. Это хлеб. Они обычно обладают низкой эластичностью спроса. Совершенно правильно вы сказали, что люди, некоторые товары, даже при повышении цены, они, в общем-то, вынуждены все равно покупать. Лекарства также обладают неэластичным спросом, потому что когда мы полеем, нам этот товар необходим, и мы при повышении цены все-таки будем покупать этот товар. Конечно, люди, которые уже не способны его покупать, это будет все-таки уменьшение спроса, да, но оно будет меньше, чем повышение цены. Посмотрите, пожалуйста. Абсолютно эластичный, я сказала, что самые эластичные это предметы роскоши. И абсолютно неэластичные, тоже не существует такого спроса, абсолютно неэластичные, но самым неэластичным спросом являются спросом такие товары, как инсулин, наркотики, то есть на те товары, которые абсолютно жизненно необходимы человеку. Те, кто вынужден покупать инсулин, он не может без него жить, да, то есть больные диабеты, они без него жить не могут, и до тех пор, пока они могут платить за это лекарство, они будут за него платить. Но все-таки это не абсолютно неэластичный спрос, потому что естественным путем доходы заканчиваются. То есть как бы при повышении цены доходы все равно могут закончиться, люди могут умирать, поэтому тут нет абсолютно неэластичные. Если мы посмотрим, то эластичность спроса по цене, вообще эластичность это в общем-то производная, которая характеризует наклон кривой спроса. Поэтому давайте запишем эластичность кривых спроса и, пожалуйста, фиксируйте себе вот такой вот рисуночек. Итак, координаты цена и объем, как обычно. И здесь мы видим, что распределение по наклону кривых. Вот посмотрите, давайте посмотрим сначала. Посмотрите, пожалуйста, вот кривая или прямая в данном случае, D1, это абсолютно неэластичный спрос. Вот он не изменяется, вот объем спроса, он не изменяется, он остается на одном и том же значении, а цена может быть в любое. Вот это математическое допущение, да, вы посмотрите. Абсолютно неэластичный спрос, вот он не изменяется. Абсолютно эластичный спрос, бесконечное его изменение, бесконечное растяжение, да, вот может быть. То есть он изменяется вот по этой оси. Это эластичный. Дальше, D2, неэластичный спрос, который ближе к абсолютно неэластичному. И D3, это эластичный спрос, который больше, коэффициент эластичности больше единицы. В принципе, между D3 и D2 вот кривая или в данном случае прямая с единичного спроса, она пройдет вот под 45 градусов разделяя неэластичность спроса и эластичность, да, понятно. Единичная эластичность, она будет под 45 градусов. Пожалуйста, фиксируйте. Фиксируйте. Пожалуйста, фиксируйте. Итак, нам необходимо понимание того, что эластичность является характеристикой спроса, она характеризует спрос, и того, что она показывает, эластичность, например, спроса по цене, показывает чувствительность спроса к изменению цены. То есть эластичность спроса по цене показывает чувствительность спроса к изменению цены. От чего зависит, какова будет эластичность спроса? Давайте перечислим факторы эластичности спроса. Факторы, которые влияют на эластичность спроса. Первым фактором является нужность, необходимость данного товара для потребителя. Нужность, необходимость данного товара для потребителя. Мы уже видели, чем более нужен, важен, необходим данный товар для потребителя, тем более эластичный, более неэластичный будет спрос. Да, более неэластичный. То есть изменение КУД будет снижаться по мере того, как возрастает необходимость. А вторым можно назвать такой фактор, как наличие товаров заменителя. Ну, если, допустим, на какой-то товар у нас повышается цена и у него много товаров заменителя, то потребителю, естественно, легче от него отказаться перейти на другие аналогичные товары. И тогда такой товар будет обладать достаточно высокой эластичностью. А вот если это уникальный товар, то потребителю 20 некуда. Ему перейти на другие товары будет сложно или невозможно. Поэтому такой товар будет обладать низкой эластичностью. Также еще важным фактором является удельный вес расходов на данный товар в общих расходах потребителя. Удельный вес расходов на данный товар в общих расходах потребителя. Понятно, если расходы на данный товар занимают большой удельный вес и незначительное повышение цены для бюджета потребителя является значительным. Поэтому тогда он будет достаточно эластичным. То есть потребитель будет очень чувствителен к изменению цены. А если этот товар не занимает большое место в бюджете, то изменение его цены не станет существенной проблемой для потребителя. И он не откажется от данного товара, в данном случае будет менее эластичным. Редактор субтитров А.Семкин